Доброй всем встречи. Здравствуйте. Чтобы дню недели не привязываться к времени суток, извините. Всем здравствуйте. Итак, то, что сегодня, о чем пойдет речь, это 104-й псалом, бархинавши, ну, бархинавши, естественно. Значит, как известно, это один из самых любимых псалмов кучи народов. Вот есть, во-первых, его, ну, значит, первый, который списался так публично в страстной любви в ученые-братья, к этому псалому, был Гумбольф. Был такой знаменитый ученый XIX века. Надо сказать, что для тех, кто любит природу, вообще, зеленый в своей природе, то этот псалом, безусловно, любимейший по причине того, что он целиком и полностью у ней родной. Он как бы, ну, вот, про экологию, чем такую большую экологию. Поэтому он просто замечателен, он удивительно красив по содержанию, а его, кроме красоты, совершенно поразительной, он еще обладает, некоторые несут в себе загадку. В первую очередь я хочу заметить, этот псалом, ну, его все знают, это псалом Бархинавши, он читается, это псалом Рошходыш, и в куче седурах он присутствует в субботнем Пасукайдземра, его вставляют. Но фокус в том, что он еще кое-где присутствует в связи с предыдущим уроком, просто я его сюда привлекаю, потому что часть его еще читают на кладбище. По крайней мере, часть, в зависимости от обычая, о какой общине идет речь. Но часть его обязательно читают. Итак, давайте я его просто попробую вначале прочесть. Получились, да? Значит, Бархинавши, это Адунай. Адунай, Эллахай, гадал кому, ход выгадар лавашна. Благослови душа моя Гошема, Гошем мой Бог, ты возвеличился, стал беспремельно велик, великолепие величие ты надел великолепие величие. Укутывается в свет, как в тватье, натягивает небеса, как шатер, делает крышу дома водой, значит, крыши верхнего этажа, если вас интересует, алия – это не чердак, как принято понимать, это второй этаж просто. Верхний этаж дома, так называется. Гасам Абимрхуо делает тучи колесницей своей, гамалэлэ, мхамахалэкаль конфэйро, несущиеся на криви ветру. По всей видимости, это колесница несется на крыльях ветра. Я вот не знаю, нужно ли читать подряд ему, или, ну, давайте прочтем его вначале. Он делает ветра послаться своих, огонь полыхающий прислугой своей, установил землю на устое баль-тамотлау олаваэт, не покачнется никогда. Дгом калвушкой сито, бездна, как одеждой покрыл, аль-гарим ям-тумаем над горами воды стояли, от окрика твоего понеслись, а не от глаза твоего громового стримбла побежали. Поднялись горы, опустились с долины, в места установленных для них, гвуль санта баль-яврун, ты установил им пределы непреодолимые, чтоб вновь не покрыли, баль-ешугун лахасудха арас, чтоб не покрыли они землю. Хамышалэх майяным бинахалим, ты даешь свободу источникам, чтоб они собирались в реке, пэнь-гарим ягалэху, между гор, чтоб они шли, текли. Яшку кольхая то садай, пьют из них звери полевые, яшбыру фраим цмаам, дикые звери уталяют жажду свою, алейгам обгашамаем яшкон, мы бэй афаим внукой, над ними птица небесная гнездится, находит себе жилье, между ветвей раздаётся голос, ну, птицы естественно. Машкэ гарим мальютан, ты орошаешь горы своих верхних этажей, митрима асэхат тизбаха арас, пладами трудов твоих насыщается земля, ты выращиваешь тацмиха цырлэм кэйма, эсэп лавудат ха адам, лахоцылахам минха арас, ты даёшь ха цыр, это молодая трава, это зелёная молодая трава, ты даёшь цвести траве для скота, растения для нужд человека, для трудов человека, чтобы добывать пищу из земли, вино, чтобы радовать сердце человека, чтобы сияло лицо его от жира, потом объясню, лэхом лаваш хлеб или пища, поддерживающая сердце человека, есбун ацэй адунаэ арзэ лаванон ашэрната, насыщаются деревья господни, кедры ливанские горные, которые он насадил, ашэршам цыпурю леканэну, где бьют гнездо птицы, аисты, гнёзда которых, ну, на кипарисах, харим гвухим лаяалим, слои махсэлы шханум, высокие горы для горных козлов, скалы, приют, горным кроликам, доманам на самом деле, но в данном случае это доман, кроликов у нас не выйдется, ну, кроме тех, которые в домах. Асэ гирэах лэмоадзи, делающий луну для определения дат, шэмэш еда мавоо, солнце, знающее место заката своего, пашат хошах вэйгилайла, ты насылаешь тьму и наступает ночь, по тирмо скольхээтоя, в нём капашацца всякие лесные звери, гэкфирим шоагим латэров, львы рычат в поисках добычы, лэвэкэш мээль ахлам, выпрашивает у бога еды севе, тизрах шэмэш яасфун, с восходом солнца они прячутся, эль маунотам гирбэцун, залегают в перлогах своих, ецэ адамны паало, улэвэаладад адэй араз, выходит человек для трудов своих, для работы до вечера, ма рабу маасэха адамай, кула быхахма асита, мал аха арац кингенэха, как велики твои деяния Гошэм, всё ты сделал в мудрости, земля твоя полна произведениями твоими, сэ гаям гадой прахав ядаэм, шам рэмэс эм ниспар, хайоп танот ингдалот, вот море широкое, необъятное, там капашыцца живность неисчислимая, животные малые и большие, шам аниёд яхалэхум, там корабли ходят, левьятан зэй царта лысахэкбо, левь, который, ой, извините, левьятан кит, которого ты создан, чтобы забавляться им, кулам элэхэй избэрум, все надежды обращают тебе взорство, латэта хлам бэйтон, что ты дашь им пищу вовремя. Титэн лахэм елактун, когда даёшь их, они подбирают, как рыбки, кстати, вот тут слово, титтах ебэха езбэун тоф, а когда открываешь руку твою, ани насыщаются благами, тастир панэха ебэгэлун, тоса фрухам егбаун, эль афарам ешивун, когда скрываешь лицо свое, ани приходят в ужас, забираешь душу их, и ани умирают, в прах возвращаются, тишмах рухаха ебраун, вэта хадэшб на эга адама, когда посылаешь ты слово свое, ани вновь возникают, возникают другие на самом деле, и обновляют целик земли, егьи квот аданай лаулам, есмах аданай ба маасав, да будет слава Господня навеки, пусть радуются хашебди произведениями, творениями своими, хамабитла аратс витир ад, он лишь взглянет на землю, и она содрогается, коснется гор, и они дымятся, это землетрясение, извержение Бога, написано, кто не понял, буду воспринимать Бога, во время, пока жив, буду петь Богу своему, пока существую, пусть будет угодно моя молитва, я буду радоваться Гошему, берите во внимание 31 стих, есмах Гошем ба мааса, пусть радуются Всевышний своим деяниям, я, они, анухи, сильное очень я, буду радоваться Гошему, етаму хапаим мин га арц, урашаим, урашаим, урашаим обейна, пусть исчезнут земли грешники, пусть больше не станет злодеем, бархи навши, это дына, халилуя, благослови душа моя, ха-шема, халилуя. Для начала, вот, вот это весь псалом, давайте теперь чуть-чуть более последовательно, я объясню кое-что про него, дело в том, что довольно очевидно, что псалом выстроен в соответствии с рассказом о сотворении мира, некоторые говорят, пять дней сотворения описаны, я думаю, что шесть дней сотворения, но, вот здесь начинается некоторая важная вещь, которую вот, когда мы говорим, что что-то повторяет что-то в Танахе, то надо хорошо понимать, что никто, за редчайшими исключениями, их практически нет, Танах никогда не, опять, есть пара исключений, но они не в счет, Танах никогда просто так не повторяет то, что уже было сказано, более того, есть одна очень любимая тема, а именно, Танах комментирует себя, а именно, пророки комментируют эти книжи, или, кто веим, например, книга псалмов, комментирует тоже эти книжи. Вот мы настолько привыкли, что комментарии, это то, что пишут, ну, ученые средневековья, в каком-то смысле, наши бостославные учителя комментируют, но все время забываем, что комментаторская работа началась намного раньше. И некоторые вещи мы обнаруживаем и в псалмах. Например, вот я много раз говорила, это такая любимая тема, что рассказ о Йосефе, что в книге Боришит, это на самом деле рассказ о том, как выполнилось пророчество Всевышнего, значит, пророчество, данное Аврааму, о том, что пришельцами будут твои, потомки в земле чужой, о том, каким методом было исполнено это. Значит, то есть, это не столько рассказ о Йосефе и его братьях, сколько рассказ о том, как Всевышний исполняет обещание, что потомки Аврааму уйдут в чужую землю, а потом они выйдут оттуда, что как бы рассказ про Йосефа это рассказ о исполнении пророчества. И как через преступления и через страдания выполняется воля Всевышнего. Братья продают Йосефа в рабство, но все это служит общей целью потомки Авраама, Яков и его дети должны спуститься в единицу. На самом деле мысль эта, вот это понимание, оно выглядит очень современно, но на самом деле это 105-й Псалом, следующий за этим. Значит, рассказ о предках, который выглядит так. Когда переходили они от народа к народу, от царства к другому, не позволял он Всевышний никому притеснять их. Дальше, теперь смотрим. Он призвал голод страну, сокрушил опору хлебную, но перед ними послал мужа. Йосефа продавали в рабство, страдали под кандалами ноги его, заковали его в железный ошейник, до тех пор, пока не пришло время исполнения слова Всевышнего, очищал его предговор Господний. Он же послал царя, который расковал его, который назначил господином над думом своим, чтобы управлять чиновниками по воле своей, так пришел Израиль в Египет. Вот обратите внимание, вот рассказ, который еще события переставлены местами, вначале, говорится, послал голод, а потом рассказано о том, как до этого, для того, чтобы спасти от голода, Йосеф был продан в рабство, при этом совершенно четко проговорено, что это было сделано в рамках управления миром. Вот этот пример 105-го псалма очень важен, потому что вот такое понимание, оно оказывается, понимание рассказа о Йосефе, о том, что все это, весь этот рассказ, является на самом деле описанием исполнения пророчества, механизмов, как пророчество исполняется, это безумно древний комментарий. Это комментарий 105-го псалма. вот да, я бы вычитал это, не знаю, без него догадался ли я до этого или нет, но при этом вот это обязательно надо представлять себе такие странные вещи. То же самое, но вот то же самое, мы читаем вот этот псалом наш. Совершенно железно это он построен рассказом о сотворении, но при этом это не просто рассказ о сотворении, это еще рассказ о нашей жизни на Земле. Более он начинается, вот это абстрактный рассказ о том, что Всевышний делает на Земле, он начинается с очень личного мотива. он начинается бархи навси это адунан. Душа моя, душа еще раз, душа в псалмах это весь я, мое материальное воплощение, мое духовное воплощение, моя психика, я как личность, вот я как личность все-таки не различаю себя и мое тело, вот личность это некоторое единство, да, и вот бархи навси это весь я, благослови весь я, вот после этого только в конце будет опять возвращено к этому личному мотиву, а до этого идет рассказ о мире, но не просто рассказ о мире, а рассказ о сотворении мира и о функционировании мира, вот он такой сдвоенный, при этом это не абстракция, это не как бы метафизика с физическими законами, это я вышел и сказал ах, вот это где-то вот так, строго говоря, вот когда, ну там, из Булгакова все знают о шести доказательствах существования Бога, у Саадии, по-моему, четыре, правда, один он пропускает, потому что философы его не любят, но он всегда упоминается, это космогоническое доказательство, посмотри на природу, какая она потрясающая, у этой потрясающей вещи есть творец. Известный Медраж пришел один Эпикорос и сказал ему, что это самое, что мир возник сам по себе как таково, на что Раби Акива показал ему чудесную рукопись и на вопрос очень красивой каллигратическую рукопись, на что этот самый Гой, который это спросил, сказал, откуда такая, кто автор, он сказал, ты знаешь, тут чернила пролились, и само это возникло. Говорит, ну так не бывает, что ты несешь. Говорит, ты тоже, что ты несешь? У того, что есть, есть творец, посмотри на красоту. Это называется, это доказательство, космогоническое доказательство мира, и на самом деле оно основное, потому что все философские построения, как вы помните у Булгакова, когда Волонт произносит, что Аканта провергнул пять предыдущих, как назло, сочинил шестое, да, доказательство по поводу нравственный закон внутри нас, да, камповское доказательство, значит, но еврейские доказательства, они вот это, вот то, что в этом писал. Ах, какой мир, ах, какой он красивый, ах, вот смотрю на то, что солнце и луна по полградуса каждая, вот это равенство солнца и луны на нашем небе, я имею в виду, что они равны, что солнечный диск и лунный диск в полнолунии, они одинаковые, причем чуть ли не абсолютно одинаковые. Это вызывает восторг, это вызывает, вот, я там убежден в том, что равенство двух дисков светил на Земле, подписью Всевышнего, это тот, кто думает, что это случайно, тот ничего не понимает в нашем мире. Я, например, в этом убежден, но опять я хочу заметить, это ничего не доказывает, естественно, все понимаем, что доказательство это то, что я могу передать другому, а это ощущение эстетического плана, это очень индивидуально. Но псалом про это вот этот вот восторг. Причем восторг детский в некотором смысле, но при этом в нем есть одна вещь, которая очень важна, которую вот надо понимать, когда мы читаем начало. В первом же стихе сказано «Адунаэ Элухаэ Гадал Тамаот Год Вэгадар Лавашт». Значит, «Гашем Бог, ты стал беспредельный, очень великим, весьма великим. Год Вэгадар Лавашта, когда говорится Год Вэгадар, все понимают, что это царские атрибуты. Вот это великолепие величия это царский атрибут. Ты стал царем. Дальше я жду, когда будет Гашем Емлох, да? Гашем Малах, Гашем Емлох Лавлан Вэгадар. Царь, Гашем, он был царем и он будет царем вовеки. Вот в этом псалме этого нет. Вот слово царь есть в первом стихе такой прямой намек на царство, что потом эта тема была убрана в сторону. И она не будет упомянута больше, эта тема. К этой теме не будет возврата. царь, Потому что то, что описано в этом псалме, это отношение Всевышнего не как царя, которому все служат. В чем брать внимание, в псалме никто не служит Всевышнего. Ни разу это не упомянуло. Наоборот, это Всевышний заботится о земле. Вот эти отношения в этом псалме, вот что важно. Здесь не говорится про то, что я смотрю на Всевышнего снизу вверх. Да, я на него так смотрю вместе с львами, которые просто добычу в Дхила, Гошем, вороны, вороны выпрашивают пищу себе, да, львы выпрашивают пищу себе. Мы смотрим на него как на дателя всевозможных благ, но при этом нету свиты, нету идеи, что мы свиты его, что мы ему служим. Наоборот, это он нам служит. Это наоборот он делает для того, чтобы вот это великолепие земли бывало и было счастливо. Да, вот это вот так. Вот это предисловие. после этого я хочу заметить, что достаточное количество народу это видят и замечают, что вообще переход, смена времени. Дело в том, что первая часть, непонятно, где это самое, первые четыре стиха, скажем. Если ход выхода лаваш, когда-то облачился в великолепие, то дальше три стиха, второй, третий, четвертый, всюду глаголы в настоящем времени. Оте Орка Самла он укутывается, вот теперь не очень понятное место, которое он укутывается в свет, как в платье, натягивает небеса как шатер, он кладет крыши верхнего этажа в воду, делает на самом деле верхний этаж как бы чертог Всевышнего сверху. Значит, он строит дом, он тучи становятся колесницей и посланцами своих делает бури ветра, а огонь полустыхающий прислуг. Вот я хочу заметить, то, что этот есть известный мидраж, очень важный мидраж. Значит, давайте так, я вспомню, рассказ о сотворении, понятно, что создавший свет, первый, второй стих упоминается свет и небеса, воды, высшие воды, да, и низшие воды, и понятно, что это рассказ о первых двух днях творения. вот так как дальше тоже будет про эту историю второго дня, то здесь понятно, что идет тот же самый рассказ. За исключением того, что в книге Боришит, никаких приключений нет. Более рассказ начала библейского первого рассказа о сотворении, первый это в смысле первый в Танахе, он как бы несколько абстрактный. И вот почему. Там Боришит, Бора, Элоким, дальше всюду Элоким, 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 все время Бог. Некоторый рассказ такой абстрактный, это просто перечисление что было сделано. Итог работы. Что мы сделали, что Всевышний стих? Там нет упоминания, например, ангелов. В четвертом стихе превращающий в ангелах своих Петра. Там ангелов нет. И понятно, почему нет. Цель рассказа в книге Боришит, в первой книге Бытия, цель рассказа там, это жесткий монотеизм. Поэтому только там еще ангела в этом рассказе не хватало. У нас было бы такое и дало поклонство, если бы ангелы там появились в той истории. Ангелы первые появляются в конце, после изгнания Адама из райского сада. И этот ангел занимается не очень понятным делом. Он сторожит ангел с мечом. Да? По всей видимости, двусторонним мечом. который охраняет дорогу в райский сад. То ли охраняет от того, чтобы люди туда не попали, то ли охранит ее, чтобы не заросла. Но ангел появляется там первым. До этого там ангелы нигде не появляются еще. то есть как бы в рассказе книги Берешит ангелы никогда и вообще в Хумаше ангелы никогда не помогают Всевышнему. Более того, в том же 105 псалме, например, вот для того, чтобы была понятна разница между книгой псалмов и рассказами книги Берешит, тот же 105 псалме где послал Мишлах Малахим Раим послал на них ангелов злобных. В рассказе книги Шмот там без ангелов обошлось и то, как это утверждается в нашей Агаде. Я прошел Всеземную Египетскую, я, а не ангел, я уничтожил, я послал казни, я, а не ангел. В книге псалмов можно говорить уже про ангел. Вот то, что здесь происходит, облачающиеся свет, как в платье, есть очень важный медраж в книге, он, этот важный медраж в книге «Берешит Раба». Значит, рассказ выглядит так. Значит, спросил раби Шимон, спрашивает раби Шмуэля Барнахм, «Слышал я о тебе, что ты большой знаток преданий. Как, из чего был создан свет?» ответил ему раби Шмуэль Барнахман. Это учат из того, что Всевышний закутался в свет, как в платье. Значит, тут деталь выглядит так, это у меня не очень дочный вариант. Значит, он прошептал на ухо раби Шимону Банюхаздак, раби Шмуэлю, который просил, прошептал на лужка, что учит, что Всевышний укутался в свет, как в платье, и он этот свет просиял, который в его платье, от края мира до края ли. Сказал ему собеседник, это открытый стих, «Оте орка самла», он завернулся в свет, как в платье, а ты мне шепчешь его на ухо. С чего вдруг ответил ему, как я слышал, как мне это передали шепотом, так я и тебе передаю это шепотом. Вот этот вот странный, Медраж, он на самом деле очень серьезный. Почему вдруг шепотом? Потому что ведь на самом деле вся эта история про поводу того, что когда начинают говорить некоторые вещи с шепотом, это уже каббала пошла. Причем Масе Меркава, Масе Бориши учат только достойных учеников, некоторые у себя пчут на ухо, некоторые вещи вообще не учат, а только проверяют, смог ли ученик сам допереть это, если не смог его просто прекратить такими вещами заниматься. то есть это кусок такого учения, которое не для всех, и оно тайное не потому что это какой-то секрет, если раскрыть, то там кто-то что-то нехорошее сделает. Это секрет, потому что это не всем доступно и не всем понятно. Например, вот Рамбому вот такой мидраж, он в Теркей Дораби Элиэзер целиком приведен рассказ вот этот о сотворении, уже изложенный более подробно, Рамбом просто идет винтом от этого. Он целую главу посвятил в Муреневухим о том, что это очень странный мидраж, что ему он не нравится, что но дело в том, что на самом деле Рамбом у него другая эзотерика, там Догар рассказывает, почему ему не понравился этот мидраж, хотя он из него кое-что извлекает для себя, но он философ, ему не очень хорошо с такими вещами сожительством, потому что ежели ответ, откуда взялся свет свишний, окутался выше свой свет, платье, и этот свет засиял в нашем мире, то естественно у Рамбома первый вопрос, который возникает, это уже не ответ, потому что откуда он взял свое платье, давайте тогда расскажите, как было создано платье, в которое он укутался, вот этот свет, Рамбому это не нравится, это не очень философски изложено, вот что ему не нравится, нам как раз именно это и нравится, что это не философский рассказ, что свет в этом мире это сияние одежды Всевышнего, и это здорово, как бы он ограждает себя, он вот это сияющее одеяние, которое не дает его увидеть, потому что это хуже, чем на солнце смотреть, глаза выше, при этом я сразу, вот когда вы видите перевод, то здесь два варианта, два понимания есть, он, я в соответствии с нашим медрошом, он укутывается в свет, как в платье, то есть делает свои нижние чертоги, которые высшие для нашего мира, но возможно понимание другое, что он мир облачает свет, как в платье, то есть это в некотором смысле вот та самая мысль, которая у Лермонтова спит земля в сиянье голубом, да, что это мир укутанный свет, вот это вот синяя планета, да, которую до сих пор не узнал, откуда Лермонтов взял вот этот синяя планета, что земля из космоса видна синий, голубой, сиянье голубое, откуда он это взял, где-то прочел, по всей видимости, все-таки не ученый совсем человек, при этом он попал абсолютно точно в цвет земли, может быть вот это, то есть непонятно, кто укутал себя или укутал мир в этот цвет, но вот цвет, который возникает прямо от Всевышнего, и дальше там идет уже чистая каббала, но вот этот каббалистический комментарий, который здесь появляется в этом псалме, его нет в книге Бариши, книги Бариши в книге рассказе о сотворении мира, там никакой мистики нет, вот что там важно, там нету мистики от слова вообще, там идет такой номенклатурный рассказ о проделанной работе, и сказал, да будет свет, устал свет, да, и будет небо разделять верхние и нижние воды, и встало небо, то есть там нету рассказа о том, как это происходило, там вот эта вот мистика и метафизика, она появляется в рассказе, как это было сделано, и не Бариши, об этом не в словах, а вот в нашем псалме об этом говорится, рамбом человек мощнейшего формального мышления, ему не очень уютно, когда он имеет дело вот с такими вещами, он просто не очень хорошо себя чувствует с ним, не потому, что это неправильно, а потому, что это не его стиль мышления, значит, теперь, для этого надо просто ведь открыть книгу Баришит и прочесть по поводу верхних и нижних вот, рассказ второго дня творения, да, да, и сделал бог ракия свод, да, чтоб отделяет воду, которая над сводом, которая под сводом, и стало так, вот оно, третий стих, но дальше на этом кончается рассказ второго дня и начинается рассказ третьего, но вот здесь очень важная вещь, что когда я сказал, что для нас важны какие глаголы, это не рассказ о сотворении, это еще одна важная вещь, откуда свет в мире сегодня и сейчас, вот отсюда, Всевышний продолжает его платье, продолжает сиять, и от него исходит свет, он продолжает натягивать небеса как шатер, вот теперь, когда мы понимаем, что вот эти настоящие времена, это сегодня и сейчас, это не только рассказ о сотворении, благословение, обратить внимание, что благословение о пище извлекающих хлеб из земли, не извлекшей когда-то, а сегодня, да, вот они в настоящем времени, буре приха каэц, сотвори, не сотворивший, не бара прихаэц, а творящий плод, да, в настоящем времени, продолжим, в ибрите, вот давайте так, вообще, в ибрите, настоящее время, на самом деле, то, что сегодня считается настоящим временем, в библейском ибрите, это, как называется, причастие, укутывающийся в свет, укутывающийся в свет, натягивающий небеса, кладущий воду, когда, сейчас, он всегда это делает, вот теперь, тогда, вот когда мы понимаем, что это не только рассказ о сотворении, но еще и рассказ о функционировании мира, мы понимаем четвертый стих, «Осэм лахав рухот, мишартав эш лохэт», это рассказ о, извините, дожде, ветры определяют упомянутые в третьем стихе облака, облака идут туда-сюда, благодаря этому идут дожди или не идут дожди. И понятно, что огонь, полыхающий прислуга, эш лохэт, скорее всего, это молния. Скорее всего, это молния. То есть, это рассказ именно о небесах полных воды. Причем не только в прошлом, но и в настоящем. Вот теперь про прошлое. Стихи с пятого по девятый. Он установил землю на устое, чтобы она не вальтамот лаулав, чтобы никогда не упала она. Дхом келвушки сато бездна, как одежда прикрывает чего. вот теперь слово вот в этом переводе, вот это слово, оно перенесено оно пересено из второй. Дхом келвушки сито, но не исключено, что правильное понимание, что бездна покрыта одеждой, что это описание, что земля стоит над бездной, то есть над лавой, над мантией земли, да, и не подумайте, кстати, что здесь какие-то тайны природы, которые древние не могли знать. Вулканы-то все знали в древности. И то, что из земли течет жидкость во время извержения вулкана, это знали. Вы учитывайте, что рассказ-то ненаучный, рассказ, он абсолютно соответствует науке, но при этом рассказ того, кто видит и знает, здесь простых наблюдений хватает, просто почему-то куча народу хотят сказать, что древние люди были глупыми, ничего не знали, считали, что тучи это пух летящий по небу, хотя забывали, что, например, мы живем в горах и как облако садится на горы отлично знаем. Это жители Москвы могут и Ленинграда могут не знать, что такое облака, потому что они живут 200 метров над уровнем моря или вообще над уровнем моря, если мы говорим о Санкт-Петербурге. Живем, знаете ли, 700-800 метров над уровнем моря, поэтому как устроены облака, мы это знаем просто потому, что время от времени на гору садится облачко. И что из себя представляет облако, знаем просто вот на практике. То же самое. Не исключено, что бездна, покрытая одеждой, это твердая земля, которая покрывает жидкую внутреннюю землю. То, что в смысле лаву, да, мантию. Далее Аль-Харим, я вдумаю, но на горах стояла вода, то есть земля, внизу жидкость, потом идет твердая поверхность земля, кора земли, а над ней даже настолько, что над ней стоит вода. Это рассказ еще третьего дня творения, да, образование суши и земли. Пока всюду вода, и опять мы обращаем внимание на одну интересную вещь, что в седьмом стихе от окрика понеслась вода янусун, мимко рамха ехапазун, вода от окрика понеслась, и тогда вот это интересно, вода в рассказе о сотворении мира в книге Баришит опять, она с ней происходит, она ничего не делает. Здесь, вот обращаем внимание, здесь вода понеслась, от гроха, от глаза громового стрима побежала вода. то есть, она как бы исполнила волю Всевышнего. Не та вода, которая в рассказе обрешит, которая ничего сама не делает, а с ней все происходит. И вообще вода всегда страдательный залог. Она вот по закону всемирного текотения падает, и по закону как там минимального сопротивления в данной точке идет. Она сама не выбирает путь, а потому что следует законам функциональной ямы. Да. Здесь нет, вода бегает. Поднялись горы, спустились в долине в место, которое указано им. Вот это рассказ о установлении суши. Глуй санта баль яварун, баль яшивун лыхасотга ад. Ты установил пределы неодолимые, баль яварун, баль яшивун лыхасотга ад, чтобы не покрыли землю. Теперь для воды поставлены границы, и она как бы попала в заключение. Она не может оттуда выйти. Вот теперь десятый стих. Отпус хамышалэх майяней нахалин. Хамышалэх вообще-то здесь вопрос, как переводить этот глагол. Дело в том, что мышалэх здесь переведено, я думаю, что это основное значение. Мышалэх дело в том, что кроме посылать, это еще орошать. Искусственное орошение называется так. Значит, садэш лахин, это поле с искусственным орошением. По этому поводу искусственное орошение источников, для которой источники собираются в реки, и они идут через горы. И вот теперь вдруг неожиданно из рассказа о сотворении, обратите внимание, что построено так как в порядке рассказа о сотворении. Первый день создания света, второй день создания небес, все это упоминается, создание суши, но, но, в 11 стихе Хамышалэх, вот теперь в 11, 10 стих переходит к настоящему времени. Вот сегодня и сейчас из источников бьют, превращаются в реки. Зачем? Потому что начинается симфония жизни. Весь этот псалом, это симфония жизни. Из них бьют всяческие звери полевые. Думаю, что слово праи в данном случае дикие звери, конечно же. Дикие звери утоляют жажду свою. Над, вот теперь дальше, алейхом овхашамаем, над ними овхашамаем ешкон, над ними мешкан, да, мы знаем слово храм, прибывают, делают жилищи птицы небесные между ветвей, афаим этой ветви, раздается голос их. Теперь вот с 13 стиха начинается следующая часть. Ты орошаешь горы с высот своих оплодами насчетчающих людей. Вот теперь обратите внимание, опять настоящее время, которое надо читать как продолженное, вот это симфония жизни. Ты даешь, выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы извлекать слово лэхэм. Мы привыкли к тому, что слово лэхэм это хлеб, и вы врите это так, всегда нам напоминают обязательно все преподаватели, когда это необходимо, что слово лэхэм в арабском это мясо. Хлеб вообще-то это пища. У нас эта пища превратилась именно в хлеб, потому что мы сельские жители, а у ишмаэлитов, кочевников, которые в основном пастухи, это слово пища превратилась в мясо. То есть по этому поводу, когда мы его переводим, аккуратненько надо переводить, надо просто понимать, что в Танахе еще старинное значение просто пищи без указания какая именно, оно все еще очень сильное. Это в наше время слово лэхэм будет однозначно хлеб. И обратите внимание, что уже во времена наших мудрецов брака хамуцинэхам минхааратс, извлекающий хлеб из земли, это в браку говорят, когда собираются есть хлеб, а не любую пищу. То есть у них уже четко слово лэхэм, оно уже четко ассоциации вызывает хлеб. Но здесь еще не так, потому что что является хлебом из земли? Вино, радующее сердце человека, лэхэм, лэхэм, по ним мишэмэль, вот это перечисление лэхэм в 14 стихе пища, это вино, масло растительное и хлеб. Вот теперь лэхэм в 15 стихе это именно хлеб. Вот это вот интересный переход, но я хочу подчеркнуть одну вещь, что вино это радость, масло это парфюмерия, вот теперь просто надо знать символы, лэхэм это еда, вот то, что растет из земли пища это вино, радость, парфюмерия, лэхэм, это как лэхэцгир отцову цухарай, светящийся, да, сияющее лицо, дающее блеск, придающее блеск лицу. Масло, ну и мазали как отличную защиту, не надо думать, что в те времена простым маслом пользовались, это всегда парфюмерное масло, когда вы читаете шем-эн-тоу, хорошее масло, то это духи на масляной основе, спиртовая основа духов, это очень недавно появилось, но относительно, а все древние духи это на масляной основе, поэтому, когда вы видите масло, всегда соображайте, не может ли речь идти вообще о парфюмерии в данном случае. по этому поводу, что растения, вот теперь, что они дают человеку. Вот еще раз, рассказ о сотворении мира, который перебивается всегда, зачем это сделано? Чтобы вот эта симфония жизни, птицы над водой, животные идут, и человек радует сердце, поддерживает сердце, и пользуется парфюмерией всего с этого дела. Вот реалии, которые надо понимать, потому что, когда масло дает блеск лицу, то всегда понимаете, что это парфюмерия просто. Далее, насыщаются деревья хашема, это огромные, кедры ливанские, это горные кедры, которые он насадил. Зачем вот он насадил кедр? Кроме того, что кедры это здорово, потому что отцы хашем, кроме того, там птички в нездовхю, там аисты на вообще вообще принято считать, что это кипарисы, именно аисты тут всегда, до того, как люди стали им ставить вот эти огромные шесты с колесом наверху, чтобы аистов привлечь к себе, то всегда было интересно, где аисты вьют гнезда в естественных вещах. естественный ответ на высоту в горах повыше значит но тут вы сейчас увидите, что это чудеса природы. Опять, те из вас, кто были и кто видели вот этих аистов на гнездах, а это потрясающее зрелище, скажем, вот восток, просто вот тот, кто это видел, просто переживает состояние востока, особенно, когда уже там есть аистята привычных габаритов и когда там стоит родитель с парой аистят, то это ужасно смешное зрелище и такое завораживающее. Но дальше высокие горы для горных козлов, осталы приют доманов. Ну, тот, кто видел домана, увидит доман и умилиться, когда семейка доманов, кстати, обратите внимание, что всюду здесь семейные такие, довольно-таки вещи, но опять чудеса, потому что тот, кто видел, как горные козлы, которые у нас здесь водятся туры в Эмбете, залезают на скалы, он просто начинает визжать от восторга, потому что представить, что по этой скале может что-то забраться наверх, я не могу. Я более-менее представляю, какой там угол уклона и то, что там нельзя залезть, ну, ежели вы сверху лестницу не поставите каким-то способом. А эти твари там бегают. И скалы, где вдруг из скалы показываются, из дырек в скале показывается семейка, семейка. Они еще обычно объединяются в несколько семей, там, где хорошее место, ну, здесь у нас по соседству семейки доманов, и опять любоваться, как папаша доман забирается на самое высокое место и следит за округой и свистит, когда видит опасность. Это действительно потрясающее зрелище, ну, благо, вот у нас любоваться доманами можно, но сейчас не сезон, их сейчас не очень-то хорошо видно, но вот когда наступит весна, и они детишков пойдут выгуливать своих, будут просто замечательны. И далее идет собственно то, почему этот псалом читает Росходыш. «Осэгерэхла муадинь». Это цитата, рассказ четвертого дня, рассказ о том, что светила были созданы не просто так, они были созданы для муадинь. Вот опять, симфония жизни, симфония того, как мир создан для экологии в самом широком смысле, не в этом пошлом, как сегодня пропаганда говорит, а экология как симфония. Вот как симфония жизни месяц для дат. Солнце для дат. Вот месяц и солнце как календарная основа. Вот что здесь сказано. Но кроме дат, и это кстати та самая причина, почему этот псалом Росходыша. и дальше вдруг идет действительно важнейшая вещь, кроме светлого времени дня. А там важно, что и аисты, которые только что упомянуты, и доманы, и горные козлы, это дневные животные все. Ты посылаешь тьму, посылаешь тьму, и наступает ночь. Казалось бы, и опять, вот ночь это не место страха, ночь это место жизни. Вот этот псалом, вот что такое симфония. Зашевелились все лесные звери, львы просят еды, просят у Бога послать. Обращайте внимание, что кушают львы. Когда вы читаете, что он посылает пищу каркающим воронам в псалмах, то всегда помните, что едят вороны. Бог в милитой милости своей посылает трубы для воронов. Вот что сказано в псалмах. Вот видеть в экологии вот эту милость в таких вещах. Бог удовлетворяет просьбу львов и посылает им еду. Что является для них еда? Горные козлы, упомянутые выше, но не горные львы в горах не очень водятся. Да и в нашем регионе львы-то, конечно, заходили к нам. У нас другие низкие живут, но тоже африканские. У нас скорее леопарды здесь шляются. Из Африки забредают. Ну, забредают. Они здесь размножаются еще. К тому же даже есть такой подвиз, считается, но не совсем. Они мельче своих африканских родичей наши, леопарды. У нас страна маленькая, у нас все здесь маленькая. даже наши доманы меньше южно-африканских, где они еще водятся. Там они побольше будут. Не такие, а такие. Когда восходит солнце, они прячутся, забираются в свои пещеры. Ну, Маон это место пребывания, но берлоги, давайте скажем. И тут выходит человек для трудов. Вот, кстати, интересно, тут хайто-яр, а там было хайто-садай. Абсолютно верно. Хайто-яр, оно это самое, оно хищное, а хайто-сады, оно как бы травоядное. Оно дневное и травоядное. А хайто-яр вообще лев не очень ночное животное, тут я хочу заметить, конечно же, но тем не менее это вот эта жуть, но еще раз, вот эта жуть, хищная жуть, она в этом псалме, она прекрасна. Она прекрасна. То, что она ест тех самых козлов и доманов, это не лишает природу ее красоты, природа ее красоты. Марабу Маасеха Адунаи Куламбы Хахма Асида. Малах Арацкин Янеха. Киньян это это не приобретение, это не покупки, а это творение, я не буду сейчас объяснять грамматику. И далее следует опять вот в книге Йова подобная сцена 25-й псалмом, вдруг переходим к морю и откуда берется кит? Я напоминаю, пятый день творения, четвертый день творения, этот не мгалин, да, великие твари морские. Вот море необъятное, там бесчисленное количество только теперь ремеслова кишит. Большой и маленький. Большой ест маленькое, а маленькое ест трубы больших. Там ходят корабли, опять люди упомянуты, но люди в этом море как в некотором смысле один из представителей вот этой природы всей. И дальше следует вот это потрясающее там кит, которого ты создал, чтобы забавляться им. Тот, кто помнит конец Снегиева, там такого же типа шутка про кита есть, которого кита предлагается поймать сквозь жабры, протянуть веточку и пойти на рынок торговать им, как вот на кукан насадить это самое, так, ну, щуку поймал вот такую, вот теперь попробуйте то же самое сделать с китом. Кошалот зажат подмышкой, хвост и уши на песке. Ну, да. Что? Кошалот зажат подмышкой, хвост и уши на песке. Ну, да, ну, вот, да-да-да, вот это вот это, это там, это в Мегиона, здесь вот эта мысль, и эта мысль, она, чем занимается Всевышний? Три дня он там этим занимается, три дня он играет с Левьетаном. То есть, вот, это шутка, потрясающая шутка псалмов по поводу Левьетан, как хэт, как домашняя, как рыбка в аквае, в аквариуме Всевышнего, это еще и некоторый юмор, такой вот совершенно фантастически красивый, по-моему, юмор. Потому что, вот зрительно представьте, но ведь сказано именно это, что кит – это такая рыбка в аквариуме Всевышнего, который плавает в море, а море – как аквариум Всевышний. Все они обращают все взор на тебя, вот это вот просящий взор животных, чтобы ты дал им вовремя еду. Когда ты даешь, они его подбирают. Елактун – это именно подбирают. Вот это слово очень точное здесь. Ты открываешь руку, они насыщаются благом, просто насыщаются носом. Вот теперь начинается опять, вот симфония природы с ужасами. Скрываешь ли их свой, они приходят в ужас. Забираешь души их, они умирают, возвращаются в прах. Вот теперь симфония жизни не может быть без смерти. Они приходят в ужас. Когда ты собираешься души, они возвращаются в прах. Ты посылаешь жизнь, и они возникают. Или возникают другие, и новые лица Земли. Но обновляется ли к Земле. То есть смерть для обновлений, смерть животных, смерть как средство существования этой семьи. Вот этот оборот жизни, круговорот жизни – это есть природа. Здесь вот не няшка, а это совершенно откровенный, четкий текст. Причем более того, ниже, вот это продолжение этой мысли, 31 стих. «Егик вот Адунай-Лай-Лам, да будет слава, точнее не слава, тут слава – это почтение к нему, да будет почтение Гошему в веке». Пусть он радуется творению своим. Почему? 32 стих. Он, когда глядит на Землю, она трясется, землетрясение. Касается горы, в Яошену, и они дымятся, извержение вулканов, катастрофа, смерть. Все это будет, земля обновляется, она становится... То есть вся земля, что бы ни случилось, вы можете... Вот где-то под водой проведена одна мысль, что за природные катаклизмы они служат тоже жизни, они служат обновлению природы. на самом деле, вот когда я оборчусь, что куча народа почему-то пытаются бороться с Дарвином, я не очень люблю Дарвина, но по причинам, связанных не религиозных, а чисто по причинам биологического порядка. Но опять я не биолог, чтобы там активно вмешиваться в этот спор. Мне он, мне кажется, убедительным. Но изменение в мире, любая теория изменчивости... Хочет Дарвин, хочет Ламарк. Мне Ламарк больше нравится, но опять я не биолог. Тем не менее, изменяя изменчивость природы, она вот проведена. Почему-то ее никто не боится в Египте самому. Почему куча народа хотят бороться с Дарвином, я никогда не понять не могу. И считают, что это антирелигиозная идея. Да, у нее есть слабые места у теории Дарвина, но это совершенно несущественно. Мир меняется. И... А симфония жизни продолжается. Аширала Шэмбахаяет. Я буду петь пока во время моей жизни, потому что та природа, которая мне дана, это... Я живу в этом мире. Страна по поводу того, что мир изменится. Да, я должен беречь мир. Это правда. И известный Медраш, любимый, который... Я не понимаю, почему наша религиозная публика его не повторяет и не повесит где-нибудь. Когда Всевышний создал человека первого, и... То сказал ему, смотри, мои дела, как они прекрасны, как они заслонены до проглашения. Все, что я создал, я для тебя создал. Обрати на это внимание. Ничего не испорть, не разрушь мой мир. Потому что, если ты его разрушишь, некому будет это справить за тобой. Берешит Раба... Медраш Раба... Медраш... Только не Берешит Раба, это Кагелет Раба уже. К экклезиасту. Беречь прикруто. Вот вам. Вот оно. От того, что происходит, мир меняется, это не значит, что... вот это очень важно. Аширал Ашеба Хаяль. Тот мир, который я вижу. Я буду, пока я есть, я буду плавать. Да будет ему угодно моя песня, я буду радоваться Ашебу еще раз. Ани Исмах, и он Исмах Ашеба Маса. Пусть он радуется. И неожиданный финал, который... Читать надо. Пусть исчезнут, причем, это постепенно исчезнут. Грешники, в переводе оно подчеркнуто, потому что это правильный перевод. Медраж жены Раби Мейра Брури. Знаменитый медраж. Почему ты молишься, чтобы уничтожили злодея? Молиться надо, чтобы они сделали тшунву. И тогда их не будет. И сказано, пусть исчезнут хатаи минга арад, пусть исчезнут грехи с земли. Ну и сказано, не тому хоп им, грешники в пальной форме. Это отличный медраж. И написано, ежели не знать огласовок, то можно прочистить так и так. Но Масора ставит огласовки так, что именно грешники. Если бы были грехи, то хэт должен быть огласован камат-фатах, вот здесь должен быть, а не фатах простой. И тэт должен быть без дагеша. Тэт с дагешем показывает, что это именно грешники. Грешники. Ешь эмломекра. Что? Да, ешь эмломекра, ешь эмломасора, безусловно, здесь именно это. Медраж считает, что ешь эмломекра, ешь эмломасора. И я-то считаю, что требуются оба комментария, там, где у нас в форме, где есть две возможности. Значит, для тех, кто не знает, в Талмуде есть некоторое обсуждение очень важное. Что мы считаем главным? То, как написано, то есть без огласовок и без знаков припинания. или то, как мы читаем. То есть эмломасора, традиция, как это читать положено. Что является основой для комментариев? Есть два мнения, но в некоторых случаях очевидно, что нужно два комментария и по тому, как читаем, и по тому, как написано. Мне очень нравится Медраж Брури и жены Радемейра, действительно блестящие Медражи, что пусть делают живу, пусть исчезнут грехи, и тогда не будет злодеев. Пусть исчезнут, послушайте, какое чтение стиха, пусть исчезнут земли грехи, пусть исчезнут земли грехи, ворожаим от и нам, а злодеев вот и нет. Вот так вот она читает. Это совершенно великолепное чтение, что если исчезнут грехи, то злодеев вот и не будет. Вот дословно я перевожу, ворожаим от и нам. Больше и нет их. Но пшат все-таки тот, пшат Масоры, по мусорецкому тексту, именно тот, который грешен. А вот это неожиданно. На самом деле, вот этот вывод 35 стиха, он как бы никак не следует из того, что было выше. Или следует? Следует, конечно. 35 стих описывает Хеттадам и Лишон, упоминает вот так вот. Опять, рассказ о сотворении, который соединен с рассказом о функционировании мира в этом месте. Вот это потрясающая вещь, и главная мысль, которая есть, что не мир сотворен и ладно. А мир сотворен и продолжает как бы твориться. Всевышний продолжает в нем участвовать. По этому поводу я часть вот этой симфонии жизни, 34 стих, пусть ему будет приятно моя беседа. Вот молитвы я перевел, так как это так принято переводить. Но моя беседа. Я радуюсь Всевышнему, я радуюсь миру, который создал Всевышний. Это шестой день творения. Исчезнут грехи из земли. Это рассказ о Адаме и изгнании из райского сада. Это вот такое вот хитрое упоминание. И все равно бархинавши это шем. И все равно душа моя благослови на шема. И халилуя, я не люблю переводить это, но славьте Бога имя Япу, Кабале это имя этого мира. Ютке это имя этого мира. Ну и так далее. Я сейчас это раши довольно известные. Учтите, что это не все-таки еврейские штучки с именами, они маленьким детям преподаются, а это не масонские тайны. как у Гера Безухова. Представляете, как я хихикал, когда читал про то, что Гера Безухов устал страшную тайну об именах Всевышнего. я мерзко хихикал, что вообще-то это придает детям пяти лет, эту страшную тайну, когда они начинают учить Танах. Это обязанность милами до младших классов это объяснить, эту страшную масонскую тайну. Да, но вот это фантастическое совершенно где действительно вот мышление, вот почему я считаю, что действительно и я один считаю, что это абсолютный шедевр. Потому что мир сотворен для нас и для, и не только для нас, а для всей природы, для деревьев, морских зверей, полевых зверей, хищных зверей, травоядных зверей, для всех. И он продолжает твориться, и о нем продолжают заботиться, и все открывая смотрят на небо, чтобы дали им пищу, и в нем происходят катастрофы, и это не мешает неру быть прекрасно. Вот это действительно монотеизм в самом тяжелом смысле, какой только возможен. Потому что обратите внимание, что катастрофы, о которых идет речь, они предусмотрены и к вот зачем но ламп, да будет почтение, что дальше описаны катастрофы такие, франдиозные, землетрясения и извержения вулканов. И это от Всевышнего идет, чтобы мир продолжал обновляться, чтобы мир должен становиться другим, он не статичен, он динамичен. по этому поводу вот насколько это вот то, что здесь сказано, это жесткий монотеизм, где то, что страшно, не по воле каких-то нехороших сил, а по закону, установленному Всевышним в этом мире, мир, он должен быть таким. Вот это красота. Этва Псона. Да, нетрудно догадаться, когда я упоминал вначале часть, которую читают на кладбище, вы сами понимаете, какую часть читают на кладбище. Когда скрываешь лицо, с вами приходят в ужас, когда забираешь душу, умирает прах, возвращаешься, возвращаются, когда посылаешь душу рухаха, душу от себя, возникают другие, обновляются ли к земле, это читается на кладбище. Такое вот утешение, не утешение, а просто констатация вот такого факта. Вот Псалом, который, когда есть проблемы веры, когда человек сталкивается с тем, что ему трудно пережить, читаем 104 Псалом, «Ярэф, Аллах, Сихи», это будет ему прекрасна наша беседа. Вот это Псалом правильно, это Псалом действительно такая вот оптимизм зашкаливающий. Ну вот, как я уже сказал, книга Псалом это уроки по еврейской вере в представлении правильных евреев. Мы представляем это вот так, кому не нравится, пусть сделает все, что мир, он по нашим представлениям, вот как здесь. Ну вот так, это то, что я хотел сказать сегодня. Окей. Народ, есть вопросы? Бодрое обращение к публике. Народ, считаем до трех. Раз, два, три. Коехто дороба. А, да, Барух, пожалуйста. Я говорю, шкоехто дороба. А, шкоехто дороба. Ну что же, замечательный вопрос и ответ. Все. Мер, спасибо огромное, будем обдумывать. Всем счастливо и пока. Спасибо огромное. Пока, будь здоров.